Кооперация растет взаимодополненность, все, в общем, употребляет, не будет молча. Разумеется, мы говорим о вопросах безопасности, именно о захотах хранится в Белоруссии и в России. Я знаю, что мы в курсе всех этих событий, на то, что происходит в Новом Кривом, на правильном тренинге. Конечно, воспользуемый большой интерес, что поинформирует вас на то, что происходит в Китае. Но, в целом, вы знаете, мы никогда не отказывались от мирового решения. Более того, мы прислали именно к этому. Не мы начинали вдвоем в 2014 году, когда все началось с областей ворота в Украину. А потом, когда все произвело такой уже горячий характер, именно мы были инициатором пройдения мировых переговоров в Белоруссии. Мы это начали в двух городах, потом перебрались переговорные команды в Турцию в Стамбулку. А завершили практически в большой рост в течение длительного времени. Она шла парафирная Терехстан, с Украинской тоже была парафирирована эта бумага, была парафирирована этот документ. Ну, как вы знаете, потом под преддовлением западов украинская сторона касалась этой преддовленности. Напомню, что тогда нам говорили, что нельзя подписывать документы, украинские документы не можно подписывать, с Пистолетом войска нужно отвезти войска в Киеве. Мы это сделали, сразу после того, как мы это сделали, наши преддовленности были в большинстве погон. Но теперь, как вы знаете, поддерживается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас надо не приглашают. Более того считают, что нам там делать нечего. Но в то же время говорили, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, мы уже вообще по новой книге говорили, что мы отказываемся от ее, нас не приглашают, говорили, что мы ответили. Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно, но мы еще раз хочу подчеркнуть, что мы сами не только информация навязаны, какие бы то ни было схем, которые ничего не имеют в общей связи. Ну, к чему это говорю, может, если возникнет необходимость, возможно, если для кого обратиться, может быть, на того же консультация с вами, а это не право. Что касается, тоже хочу узнать, например, в энергетике, к сожалению, не будет любая серия ударов по нашим энергообъектам. И вы должны быть отвечать. Я тоже отвечаю. Вы даже исходили из мульдарных отношений, зимой не вносили на третьем ударе, на третьем ударе. Имея в виду, что мы хотели... Оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить. Но, повторяю еще раз, если все закольцуется в решении тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а и удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, а это демилитаризация, что мы, прежде всего, исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПП, на оборонно-промышленный комплекс в Украине. Причем напрямую. Но если мы все-таки перейдем к тому, с чего я начал, перейдем к каким-то разговорам о разрешении всех вопросов другими способами, ну, конечно, как я уже много раз говорил, мы к этому готовы. Но мы с вами поговорим поподробнее, я вам в деталях все расскажу. Владимир Владимирович, спасибо за эту подробность. Все, что вы сказали, могу подтвердить, потому что мы не единожды с вами год назад, несколько месяцев назад к этим вопросам возвращались, касались их, в том числе мирного процесса. Ну, если они хотят, в Швейцарии это же, они называют мирной конференцией. Но если они хотят без нас там говорить о мире в Украине, ну, Господь с ними. Это, я уже сказал, наша позиция заключается в том, что они могут там договориться только, как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный там процесс? Не может быть мирного процесса. Ну, может, они и правы, что они приглашают нас туда, потому что, а что с ними разговаривать? О чем с ними можно разговаривать, если они пытаются там собрать сто с лишним государств, что-то там нам продиктовать или наклонить нас? Это же не предложение к мирным переговорам. Владимир Владимирович, я думаю, что они, во всем случае, противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол. Когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести стратегическое поражение. Сейчас понимают, что это невозможно. От переговоров отказались и теперь попали в достаточно сложное положение. Но наша цель не заключается в том, чтобы всех ставить в сложное положение. Мы, наоборот, мы готовы конструктивно работать. Но никакого навязывания на какой бы то ни была позиции, не основанной на реалиях, конечно, не может. Я клоню к тому, что я абсолютно поддерживаю позицию нынешнего российского руководства и вашу позицию по мирному процессу в этом конфликте. Абсолютно поддерживаю. Для того, чтобы сесть и договариваться. Не хотят? Ясно, почему не хотят. Мы уже на этот вопрос ответим. Если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат. Поэтому украинцы должны знать, особенно население, что сие от нас не зависит. Мяч, грубо говоря, на той стороне. Я помню этот процесс, который начинался в Беларуси. Три раунда прошли. Четвертый раунд в Стамбуле. И вы мне потом эти документы все рекопировали и передали. Документы сначала показали, я его прочитал. Потом вы мне его дали. О чем договорились? И документ, который был парафиром. Серьезные были подвижки. И россияне подвинулись, и украинцы. Ну а потом ясно приехали, одернули. Давай воюй до последнего украинца. Поэтому в данном случае я абсолютно поддерживаю мирный процесс, от которого никогда Россия не отказывалась. И сегодня в том числе. Если мы какую-то роль в этом можем сыграть, вы знаете, наши возможности, мы всегда будем рядом и будем действовать в одном ключе с вами. Спасибо вам за космос. Ясно, что если бы тогда не ваше решение, никакого полета не было. Но мы договорились, что это должна полететь женщина белорусская. Вы предложили. Да, из двух с лишним тысяч мы выбрали шестеро, потом двое. Основного космонавта и дублера. Сегодня мы наградили ее. Аналогично, как в России. Она стала героем Белоруссии. И договорились с Роскосмосом, с Юрием Борисовым, что они с большим удовольствием будут с нами работать по развитию целой космической программы. Мы хотим в течение будущего и через, может, два года забросить на орбиту новый спутник с россиянами с разрешающей возможностью 25 см. Это сильное слово будет. Мы работаем над ним. Уже нет сомнений, что мы это сделаем вместе с россиянами и забросим его. Ну и будем в плане космонавтов работать вместе. Мы готовы включиться в вашу программу. То, что российские космонавты делают. Не обязательно, чтобы там белорусская была. Российская программа. Да, вы продвинулись значительно. У нас есть люди, в том числе и женщины, готовые полететь. Отторжения у Роскосмоса нет. Если вы поддержите, то мы и вторую девчонку, которая была дублером и подготовлена. Затратили же деньги, большие на ее подготовки. Если будет желание и ваша воля в этом плане, то она готова работать дальше и тренироваться у космонавтов. Спасибо вам за поддержку по портовому хозяйству. Мы работаем, смотрим на другие порты, помогаем россияне, портовики нам отгружать продукцию. Словом, нет такого, что валяется товар на берегу океана, и мы не можем вывезти. Или море. И в Санкт-Петербурге, в Мурманске работаем, работаем в Дальнем Востоке. На Северном? Да, на Северном. Очень интересно. Северный морской пути. Мы уже поставили, оказывается, товары по Севмору пути, не имея порту Мурманске. Мы несколько уже тысяч тонн поставили. Очень удобные для наших производителей. Поэтому ваша поддержка здесь для нас была очень важной и актуальной. Мы с вами перебросились уже по некоторым вопросам экономического характера. Вы меня поддержали в том, что 15 числа премьеры наши встретятся и посмотрят на экономические вопросы, которые надо решить. Это для нас очень важно. Что касается энергетики, нанесения ударов. Я помню этот разговор, и даже вас упрекали в России, вот почему там надо бить по этим волевым точкам по энергетике. Вы тогда сказали, может не по-военному существует людей, жалко. В детских садиках, в школах, если энергетика в Украине рухнет, пострадают дети и люди. Ну а эти удары по чувствительным точкам в России, ну такие ответы соответствующие. Поэтому, опять же, я думаю, что в Украине обезумевших много людей, но не все. Я думаю, они это услышали и увидели. Думаю, что тут будет соответствующий какой-то отскок у них в этом плане. А, в принципе, они просто провоцируют Россию на нанесение таких ударов. Поэтому я в данном случае не могу быть погруженным в этот конфликт, поддержать Украину или даже оправдать ни в коем случае. Не надо это делать и эскалацию усиливать. Потому что лето проходит быстро, зима. А это опасное дело. Думаю, Владимир Владимирович, вот такой момент, меня-то все никогда не обманывало, такой момент, что ваши вот эти инициативы на мирное урегулирование конфликта, они найдут этот отклик Украины. Найдут, у военных найдут, как ни странно. Тут я готов с вами вместе встать ключом к ключу и работать в этом направлении. Журналисты спрашивали там по поводу некоторых вопросов Украины и прочее. Бежать кто-то, ваши журналисты только что, все должны куда-то бежать кого-то. Никого не надо просить и бежать. Это просто по-человечески себя вести. Достаточный документ, который вы когда-то тебе показали и передали, положить на стол и двигаться по нему. Это разумная позиция. Там приемлемая позиция и для Украины. Они согласились с этой позицией. Поэтому, я думаю, мы обсудим подробно эти вопросы. Хорошо. На западной границе у вас? Тяжелая ситуация. Меня удивляют вообще. Больше всего меня волнует, я об этом говорю, политика польского руководства. Зачем им эта конфронтация? И литовцы, во-первых, десятками выбрасывают трупы через границу. Идет какое-то количество туда мигрантов, они выбрасывают забор построили, забор выбрасывают к нам на границу. Сейчас снег расставят, обнажились трупы, валяются прямо на границе. Этих с Афганистана, с Ирана, люди есть с Африки. Ну зачем убивать людей и выбрасывать по-варварски? Это напряжение создают. Они закрыли границу для нас и для вас. Очень тяжело работать и даже китайцам, казахам, с поляками и другими на границе вешеные очереди. Делают это специально. Мы границу не закрывали. Вы знаете, что у нас безвиз для соседей. Так они своих людей сюда не пускают. Все с тем, что мы можем их завербовать. Слушайте, ну вы как специалисты, наверное, вербовали немало людей. Но если так, людей на границе хватают и вербуются. Если надо нам кого-то завербовать, мы другим путем это сделаем. Но тем не менее, особенно литовцы. Проводят учения в мае, они еще планируют проводить. Лоб в лоб стоим на границе. Американцев перебросили, немцев, что удивительно, урок не пошел на пользу. В Литву, в Польшу батальоны. Ну мы, конечно, вынуждены были развернуть свои части и выставиться против них. Не знаю, зачем мы этого не собираемся и нигде воевать. кричат, что Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят. Никогда не обсуждались таких планов, что мы кого-то хотим захватить. Своих проблем хватает, еще не хватало. Это чушь, нужная правящим, как раньше говорили, кругам, для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на войну Украины. И с вами не состояться. Расходы, прежде всего расходы. Вот это главная причина того, почему раздувается эта тема. Какая-то агрессивная политика со стороны России. Это основное. Других причин нет. Ну а так, в общем-то, терпимо. Мы преодолели санкционное давление экономическое, точно как и в России. Слушайте, нам, если обеспечить вот этот огромный белорусско-российский рынок, и еще дружественные страны с ними работали, нам вот так хватит и вам, и нам. Поэтому мы их выдержим. У нас есть рынок, у нас есть ресурсы. Мы понимаем, что надо делать. Те кредиты, которые были выделены по совместной проекту Российской Федерации, 100 миллиардов, помните? 80 с лишним уже. Под промышленную производство? Да-да-да, совместная. Уже 81 миллиард. Проекты начинают работать, заводы строят и так далее. Переживали по поводу чипов, микрочипов и прочее. Но обходимся. Обходимся, свои начинаем развивать. И я думаю, запросто мы выйдем из этой ситуации. Поэтому, как я говорил, когда-то время немного надо, и мы решим те проблемы, которые нам надо вместе с Россией решить. Ну, хотелось бы, чтобы и украинцы были с нами. Я думаю, что... Вот чувствую, что недалек тот момент, когда Украина одумается и поймет, где их сейчас. Пускай они решают сами. Спасибо. Володя meno. Вы тоже. Цвета, украинцы, Вас недалеком, в США несколько месяцев. Я думаю, что за 5 месяцев сегодня тянулись. Украинцы, я думаю, что украинцы, мы готовы, которые нужно оценивать всю самолёту. Но я хочу начинать с новостью на США сегодня. В США? Среди, что Россия! Внутри месяцев в месяц, чтобы передать на муну прилегающую сателит вирусную силу, который позволяет Теханам angeковые тарелки. Красивые тарелки? Да это не? Нет, у нас нет таких программ. No. We don't have that kind of program with Iran. It is just nonsense all over again. Yet again, we have cooperation plans with Iran. Military and technical cooperation and all of this fits the framework of the decisions that were agreed upon in our program in regard to Iran's nuclear program, in the context of UN decisions, together with our partners, in the preparation of the Joint Comprehensive Plan of Actions, Whereby, at some point, sanctions, including in the area of military and technical cooperation, should be lifted from Iran We do have certain programs, but they all concern conventional weapons, if it gets that far However, we haven't even gone to that stage yet We don't even have any kind of real cooperation, even in the conventional weapons area So if anybody is making something up regarding modern space-based technology, this is just plain fiction This is just fake news At the very least, I don't know anything about this kind of thing Those who are speaking about it probably know more about it It's just nonsense So presumably you'd agree that giving Iran satellite technology that might enable it to target U.S. servicemen and women in places like Iraq Or to share that information with Hezbollah or the Houthi in Yemen so they could target Israel and Saudi Arabia That giving Iran that kind of satellite technology would be dangerous Why are we talking about problems that don't exist? There is no subject for discussion Somebody has invented something, has made something up, maybe this is just a bogus story in order to limit any kind of military and technical cooperation with Iran I will say once again, this is just some fake information that I have no knowledge about For the first time I am hearing about this information from you, we don't have this kind of intentions And I am not even sure that Iran is even able to accommodate this kind of technology This is a separate subject, a very high-tech subject Yes indeed we don't rule out that cooperation with many world nations and us is possible in space But probably everybody knows very well our position in terms that we are categorically against space militarization altogether We believe that space should be free from any and all kinds of weapons located in near-Earth orbits That is why we don't have this kind of plans or any plans Especially concerning the transfer technology of the level that you have just described So let's move on to your summits with President Biden The context for the summit is that he is meeting with the G7, a group that you used to belong to With NATO, with European leaders President Biden has defined his first trip to Europe as, quote, about rallying the world's democracies He views you as a leader of autocrats who is determined to undermine the liberal democratic order Is that true? Well, I don't know Somebody presents it from a certain perspective Someone else looks at the development of the situation and at yours truly in a different manner All of this is being offered to the public in a way that is found to be expedient for the ruling circles of a certain country The fact that President Biden has been meeting up with his allies, there is nothing unusual about it There is nothing unusual about a G7 meeting We know what G7 is, I have been there on numerous occasions I know what the values are in that forum When people get together and discuss something, it's always good, it's better than not to get together and not to discuss Because even in the context of G7, there are matters that require ongoing attention and consideration Because there are differences, strange as it may seem There may be differences in assessments of international events on the international arena and among themselves Very well then, let them get together and discuss it As far as NATO, I have said on many occasions, this is a Cold War relic It's something that was born in the Cold War era I'm not sure why it still continues to exist There was a time and there was some talk that this organization would be transformed Now, it has been kind of forgotten We presume that it is a military organization It is an ally of the United States Every once in a while, it makes sense to meet up with your allies Although, I can have an idea how the discussion goes along there Clearly, everything is decided by consensus However, there is just one opinion that is correct Whereas the other opinions, all of the other opinions are not quite that correct, putting it in careful terms Well, here we go, allies are getting together What's so unusual about it? I don't see anything unusual about it As a matter of fact, it's a sign of respect to the US allies before a summit between the US and Russian presidents Take place Probably, it is being presented as a desire to find out their opinion on the key issues of the current agenda Including those issues that President Biden and I will discuss However, I'm inclined to think that despite all of these niceties The United States, as far as their relationship with Russia Will be promoting what they consider important and necessary for themselves Above all for themselves, for their economic and military interests However, to hear what their allies have to say about that probably never hurts This is a working procedure So let's talk about your meeting with President Biden The summit that will happen after those meetings President Biden asked you to meet with him He didn't make any preconditions Were you surprised? No 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 We have a bilateral We have a bilateral 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 bilateral